здравствуйте ребята мы начинаем наше очередное занятие курса внеурочной деятельности разговора о важном сегодня мы будем говорить о том как найти свое место в обществе уверена вы много раз слышали что каждый человек уникален и обладает своими особенностями талантами и потенциалом однако в современном обществе где доминируют стандарты и ожидания многие люди испытывают трудности в поиске своего места и своей дороги каждый человек хочет сделать верный выбор найти свой путь среди множества других определить свое место в обществе где он может быть и самим собой и где он сможет быть нужным другим людям это непростая задача если внимательно посмотреть на значение слов дорога и путь толковом словаре русского языка сергея ивановича ужегова то мы увидим следующее определение дорога это узкая полоска земли предназначенная для передвижения путь сообщения это место по которому надо пройти или проехать путь следования это путешествие пребывание в пути это средство достижения какой-нибудь цели дорога это жизненный путь человеку свойственно идти вперед боятся перемен на своем жизненном пути а также свойственно мечтать об этих переменах человеку свойственно сворачивать не в ту сторону а потом понимать что именно за этим поворотом находится то что он так долго искал дорога может быть символом жизни как одного человека как жизни целой нации так и всего человечества но пожалуй самым ярким и понятным образом для человека кроме образа дороги является также и перекресток перекресток разных дорог находиться на перекрестке быть на перекрестке это не только символ это не только образ быть на перекрестке это идиома которая обозначает двоякое мнение о принятии решения сделать этот выбор может быть очень сложным для людей некоторые считают что лучший способ принимать решение следовать своему сердцу в то время как другие говорят что нужно слушать свою голову ребята а как вы думаете что мешает человеку сделать выбор существует очень много факторов давайте перечислим лишь некоторые из них прежде всего это неуверенность в себе и в своих силах отсутствие образования или плохое некачественное образование отсутствие поддержки со стороны своей семьи со стороны друзей и близких инфантилизм то есть нежелание взрослеть нежелание принимать на себя ответственность за свою жизнь поступки решения это могут быть также проблемы со здоровьем плохое здоровье отсутствие увлечений и хобби а что помогает человеку найти место в обществе сделать правильный выбор это поддержка семьи образование уверенность в своих силах хорошее здоровье талант увлечение хобби следует сказать что талант и способности есть у каждого человека талант и способности есть у каждого из вас очень важно разглядеть их очень важно помочь им развиваться в нужном направлении благодаря проекту киноуроке в школах россии мы можем посмотреть фильм первое дело фильм о вашем сверстнике который оказался на той самой развилки дорог на том самом перекрестке эта история о том как из мальчика зависимого от общественного мнения от предрассудков и жившего стереотипами что все счастье это иметь крутой телефон как у товарищей вырос настоящий пример идейности и убежденности своей благой цели неудачный день в школе спасение щенков случайный разговор череда совсем не связанных между собой событий привела 12-летнего олега к решению которая изменила его жизнь видео рассказывается о том как у одного из героев по имени олег 12-летнего мальчика был неудачный день в школе и неприятная ситуация с кнопочным телефоном лишь усугубила стала последней каплей олег не хотел возвращаться в школу на следующий день на прогулке с домашним питомцем олег встречает девочку по имени александра от александры защитницы он узнает о щенках которые оказались замурованными и решает помочь им вместе с александрой олег приходит в приют для собак и принимает решение помочь бездомным четвероногим друзьям средствами на их содержание также олег становится невольным свидетелем разговора подростка с отцом который говорил о том что размер человека определяется не толщиной его кошелька а полезными делами этот разговор стал переломным моментом именно тогда мальчик понял что телефон который был так важен для него раньше внимание одноклассников которых он мог собрать на перемене возле себя благодаря тому что в телефон можно закачать последнюю игру теперь все это для него не имеет никакого значения не играет роль олег и его друзья решают открыть бизнес чтобы помочь приюту для собак к сожалению ребята терпят первую неудачу так как не смогли собрать достаточно людей для мероприятия но мальчик не сдается и продолжает верить в себя герой радуется своей первой победе и говорят о том что главное не останавливаться и идти вперед в конце фильма мы видим как олегу вручают премию созидательное предпринимательство он продолжал свой путь несмотря на трудности и препятствия олег видел цель и двигался к ней как стрелки на часах он смог реализовать свои способности стать лучшим в своем деле найти место в обществе стать полезным другим ребята как вы думаете какие качества нужны человеку для того чтобы сделать правильный выбор найти тот самый путь ту самую дорогу и чтобы найти свое место в обществе давайте перечислим эти качества прежде всего это неравнодушие любовь к миру любовь к родине к своей малой родине к своей большой родине любовь к своей семье к другим людям к всему живому стремление общаться и взаимодействовать с другими людьми умение работать в команде сила воли сильный характер целеустремленность трудолюбие также необходимо любопытство стремление узнавать что-то новое изучать мир общество в котором живешь также очень пригодятся творческие способности наличие хобби увлеченность своим делом и конечно же желание приносить пользу людям стране ребята все эти качества которые мы перечислили тесно связаны с традиционными российскими ценностями любовь к родине к семье к людям созидательный труд взаимопомощь дружба таким образом мы можем сделать вывод что найти свое место в обществе это значит соответствовать его ценностям соответствовать его традициям любить то чем занимаешься приносить пользу людям и своей стране каждый человек должен постоять на перекрестках своих дорог и подумать по какой дороге он пойдет в каком направлении он сделает первый шаг а давайте еще подумаем что подталкивает человека сделать этот самый первый шаг чем руководствуется человек выбирая свой путь определяя свое место в обществе конечно человеку помогают мотиваторы мотиваторов бывает большое количество давайте приведем лишь некоторые из них мечты это реальность расти над собой действуй став цели сделай шаг твори удачу верь в себя успех это просто посмотрите какие разные и в то же время воодушевляющие предложения у нас получились воодушевляющие мотиваторы они могут относиться как к обучению так и к саморазвитию а также к профессиональному совершенствованию путешествие в тысячу лет начинается с одного шага так говорили древние мудрецы не сбиться с выбранного пути помогает вера в себя и в свои силы поддержка близких людей поддержка семьи поддержка друзей каждому важно выбрать правильный путь свернуть на нужную дорогу и не сбиться с истинного пути